Девушки отдыхают В той прошлой жизни она что-то для меня значила. А мне только один человек. Майя, прости меня, но я не могу запретить себе любить тебя. Ни я, ни отец. Мы не благословим этого. Скажи, а почему Светлана не пришла? Потому что мы, может быть, разведемся с ней. Надо уехать, наверное, далеко. Здрасте. Здравствуйте. Коль, надо обналичить транш два миллиона. Где ты хочешь получить? В Франции. Мы уезжаем отсюда. А если я откажусь? Я уеду один. Нет, нет, нет. Мы пока не будем перечислять деньги в Москву. Почему, скажи мне, у других любовь и благополучие, у меня одни проблемы? Больше никогда не подходи ко мне. Ясно? Его ты любишь, а выйдешь за меня. Я уверен, что до катастрофы ты занимался имплантами. Я? Я опять слышал голоса на русском. Я что, русский? Черт, этого не может быть. Как звали этого человека? Антон Пономарев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это невозможно. Я не верю. Верь мне. Я хирург. Я узнаю свою работу. Я оперировал тебя. Хорошо. У тебя есть еще фотографии? Конечно. Это твоя жена. Ее зовут Светлана. У меня есть сын. Да, его зовут Костя. Константин. У тебя есть фотографии? Нет, к сожалению. Нет. Я понял. Давай дальше. Смотри, это профессор Лаптев. И ты был его любимым учеником. Очень странно. В это трудно поверить. Неужели я и есть Антон Пономарев? Дома. Распорт. Это поиск. Так. Дома. Какие хороши? Очень странно. Распорт. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, так, чтобы люди никогда не ссорились Чтобы моя мама никогда не плакала Папа! 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 Я начинающий журналист. Я собираю материал о современных русских учёных-медиках. Спасибо тебе за всё. За всё, за всё. Ты можешь оставаться столько, сколько тебе захочется. Давай. Но учти, что за такси я больше платить не буду. Понял. Тогда в России ты изменил химический состав интенала. Да. Но никель окончательно связать не удалось. Никель очень токсичен. Извините, но без никеля не будет работать память формы. Пономарёву тогда никель нейтрализовать не удалось. А Анкуру Шарма сейчас... Вряд ли я смогу сделать больше, чем Антон Пономарёв. Человеку свойственно превосходить себя. Извините, мистер Магар, у вас срочно просят пройти в операционную. Извините. Антон, ты хочешь вернуться в Россию? Не знаю. Не знаю. Не знаю, Аркаш. Просто я вспомнил всех. Вспомнил Светку, Костика, Настю. А я теперь люблю другую женщину. Надо было тебе раньше сказать, просто я не смог. Вот, смотри. Давно? Уже год как поженились. Благодаря Антонаву у них всё в порядке. Новый дом, хорошая машина. Светка счастлива. А Костик? Ходит в элитный колледж. Живёт бабушка. А Ром Магар мне говорил, что кто-то должен придет из России в корпорацию. Вот он и прилетает. Тебя когда-нибудь бросала твоя девушка? Да. Вот и меня. Сначала любила, а потом бросила. Тебе легче. А меня никогда не любила. Ух ты! У нас тоже есть такие богатые дома. На берегу океана. Да, мне на такую дачу никогда в жизни не заработали. Здесь. Люк, Люк. Смотри, смотри. Его сын — жена? Да. Сколько лет его сыну? Одиннадцать. Она красивая. Смотри. Что ты собираешься делать теперь? Сегодня я улетаю домой. Спасибо. Ты классный парень. Жду тебя в гости в Мубай. Спасибо. Ваше решение о замораживании денег может серьезно повлиять на наше научное изыскание. Вы мне однажды сказали, будут деньги, будут результаты. Теперь я вам отвечу, будут результаты, будут деньги. Спасибо. Окей. Ясно. Мистер Лазарев! Мистер Лазарев! Мистер Лазарев! Хирург. Очень приятно. Леонид Лазарев. Взаимно. Я слышал, ваша фирма занимается имплантами, и сейчас возникли проблемы. Временные. Ученые в Москве не сегодня, завтра все решат. Но индийское руководство прекращает финансирование. Они просто перекрывают кислород моей команде. Антон Пономаревский. Команде Антона Пономарева? Да. Да. Это очень талантливые ребята. Вы их знаете? Немного. В некотором плане я работаю в той же области. Да. Какая трагическая и нелепая смерть. Он был моим другом. Я слышал об этом. У него осталась семья? Да. Жена и сын. Жена и сын. Я позаботился о них. Большое спасибо. Не оставляйте их. Да, разумеется. Извините. У меня встреча должна идти. Я тоже. И знаете, я поговорю сегодня со своими индийскими коллегами. Может быть, удастся возобновить финансирование. И еще, передайте наилучшие пожелания вашей команде от индийских коллег. Хорошо. Всего хорошего. Спасибо. 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 Я думаю, она любит меня. То есть, ты хочешь сказать, что да. Если Анкур сделает мне предложение, я скажу да. Это же здорово. Останься. Можно с тобой поговорить? Наедине. Одну минуту. Спасибо. Я хочу показать тебе кое-что. Секунду. Секунду. Вот, смотри. Анкур – это Антон Пономарев. Он был ученым. Работал в России в своей лаборатории с имплантами. Работал в Индии. Потом созрел бизнес. Он полетел на переговоры в Индию. Потом авиакатастрофа. Это неправда. Его не опознала даже жена. Я была там. Не опознала. Зато я слышал их разговор с русским врачом. У него сейчас новая жизнь. Семпли челес. Ты просто ревнуешь. Да, я ревную. Но я хочу, чтобы ты знала все об этом человеке. Вряд ли он теперь снова забудет свою жену и захочет любить тебя. Так и есть. Импланты разрушаются. Неправильный состав. Я проверял все расчеты. Все импланты абсолютно идентичны по химическому составу. Тогда в чем дело? Смотрите. Имплант разрушается в том случае, если температура у больного поднимается выше 39 градусов. Ведерников. Ведерников гарантировал нам температуру 42 градуса. Врет ваш Ведерников. Значит, не зря мы остановили финансирование проекта в России. Забудьте про Ведерникова. Он шулер. В Москве работает моя команда. И целый год, пока я был здесь, они не сидели сложа руки. Я думаю, они найдут ошибку быстрее, чем кто-либо. Но мы не можем больше ждать. Мы потеряем еще больше, остановив процесс. Русские должны работать. Я не знаю, почему корпорация приняла такое решение. Но зато теперь финансирование восстановлено. Я думаю, во всем виноват новый талантливый хирург Анкур, Анкур Шарма. За что боролись, то и получилось. По-моему, он тебя узнал? Ты плохо знаешь русскую душу, Лиль. Если бы он все вспомнил, давно бы уже сидел в самолете в Москву по дороге к жене и ребенку. Кстати, а почему ты в Москву долетишь? Ну, меня назначили куратором. Корпорация считает свои деньги. К нам едет ревизор. А, я хотела бы знать схему, по которой ты переводишь деньги. Это не имеет к делу отношения. Зато это имеет отношение ко мне. Я беспокоюсь за свои десять процентов. Дело под контролем. Всем занимается проверенный человек. Кстати, он народный избранник. Он очень много сделал. Все в порядке, Лиль. С приближением дня свадьбы, ненавистный жених становился все более неумолимым и суровым. И тогда Думари решила лишить себя жизни. Одну мечту я лелею в сердце. Увидеть перед смертью любимого. Я не знаю, смогу ли я там обнять тебя, любимый. Но я верна тебе. Увидимся на небесах. Любовь несокрушима, как скала. Тумари похоронили под сенью зеленой сосны, такой же неизменной и стойкой, какой была она сама. Браво! Майя! Майя! Майя, ну почему ты плачешь? Пожалуйста, не плачь. Как-нибудь все разрешится. Я не хочу как-нибудь. Я люблю его. Послушай, ты любишь его. Он любит тебя. Но в чем проблема? Анкур меня любит. А любит ли меня Антон Пономарев? Забудь про Антона. Пусть останется только Анкур. У него жена и сын. Может, для него прежняя жизнь самая главная. А я его обманываю. Кто я после этого? Майя, ты просто прелесть. Пожалуйста, не сейчас. Пожалуйста. Пожалуйста. Не хочу, чтобы ты уходил. Ты поднимешься ко мне в номер? Не-не, я устал. Надо ехать. Твоя усталость начинает быть хронической. Я уже привыкла к мысли, что я твоя жена. Нафантазировала, что после командировки мы возвращаемся к нам домой. В гостиницу. А когда все-таки домой? Лиля, у меня есть жена. Мне надо возвращаться к жене. Здравствуйте. Спасибо. Попрошу вас. Как же я устала. Отнесите мой багаж в номер. Хорошо. Скорее поехали и за той машиной. Пожалуйста, быстрее. Поехали. Поехали. Привет. Зачем ты сбрасывал мои звонки? Я не сбрасывал. Ну, зачем ты сбрасываешь мои звонки? У меня было совещание, просто... Режал. Жизнь — не важный вопрос. Ну что, удачно? Да. У тебя три недели на сборы. Мы уезжаем во Францию. На лазурный берег. Правда, что ли? Боишься? Разлюбила? Залезай. Забыл, забыл. Это тебе. Упавший с небес не принесет мне счастья. У него есть жена и сын. Может, ты неверно прочел книгу судеб? Одному буддистскому монаху настоятель велел изобразить дракона для украшения храма. Как я могу это сделать, если я никогда не видел дракона? Сказал монах. Ну, наказ есть наказ, и он начал рисовать. И все время он повторял, как я могу нарисовать дракона, не видя его. И вот однажды на его окно сел дракон и сказал, вот он я. Но бедный монах так испугался, что потерял сознание. И когда он пришел к себе, он уже не помнил, как выглядел дракон. И поэтому он не смог выполнить наказ. И если ты не видишь чего-то сердцем, то даже если ты встретишь это, ты не сможешь это разглядеть. ты опять говоришь загадками. А я, между прочим, когда была в Индии на опознании, то я сразу поняла, что у вас что-то есть. А я-то ведь дура. Все время хотела быть женой этой сволочи, Леонида Лазарева. Это мой большой секрет. Это мой большой секрет. А вдруг Антон Пономарев жив? Антона, к сожалению, нет. И больше никогда не будет. Не надо об этом. Представляешь? Совсем один. Так щекотно, а. Щекотно, правда. Подожди, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там же море. Тихо-тихо-тихо. Свет. Леонид меня не любит. Он меня не любит. А кого же он любит? А любит он... Ещё одну дурочку. Знаешь что? А давай мы сходим к ней в гости. Отличная идея. Ага. Привет. Ой, тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здрасте. Девчонки, знакомьтесь. Здрасте. Это Лила Девикар. Здрасте. Первая любовница Леонида. Лилочка, а это у нас Настя. Это наша преемница. Вторая любовница Леонида. Это чего? Очень приятно. А вот это, девочки, и вот эта жена. Прошу любите зал. Тихо-тихо-тихо. Ой, девчонки, я что-то подумала, когда жена между двух любовниц. Это ж к счастью. Дайте-ка я желаю на ней загадай. Только я сумочку сейчас брошу здесь. Сейчас, секундочку, дайте. Свет, а может, мы как-то завтра поговорим, давай? Нет, нет. Здесь и сейчас. Только у меня что-то страшно болит голова. Ты мне не дашь какую-нибудь таблетку? Или знаешь что, Настя? Дай мне лучше яду. Прояви милосердие, а? А воды я запить найду. Или лучше подобное лечить подобным. Он тебя выпить найдётся. А чё произошло, Весь Оль? Здравствуйте, Леонид. А Светлана Викторовна уехала. Ну, понятно. А кто здесь был? Приезжала ваша индийская партнёрша Лила. Они долго сидели, а потом вместе уехали. Настя, мы все ему были нужны. Я ради бизнеса. Светлана ради доли Антона. Слушайте, я ничего не хочу об этом знать. Но это его дела. А ты? Ты нужна ему больше всех. Из-за компании. Вы просто всё врёте. Он меня любит. При чём тут компания? Всех нас он любит. Ты думаешь, нас со Светланой он в постель укладывал без нежных слов? Ему нужна твоя доля в компании, глупенькая. Ты знаешь, что у тебя семьдесят процентов. Ты знаешь, что у тебя семьдесят процентов? Ты знаешь, что у тебя и всё... Завтра, отлично. Да, до свидания. Настя. 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 Кофе хочется. Настя. 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 Интубируйте. Зрачок расширяется. Еще добавим или полиглюкид. Готовы. Габреляцию не теряйтесь. Электрошок, быстрее. Давай, давай, давай. Назад. Асистолин. Назад 360. Асистолин. Она умерла. Настя. Антон. Кто ты? Я тебя не знаю. Со временем ты все узнаешь. Птица Феникс и Джайдев помогут тебе вернуться. Борись, Настя. Кто такой Джайдев? Скоро ты все узнаешь. У нее сердечное сокращение. Аппарат искусственного дыхания. Быстро, Маша, адреналин. Струйно. Гидрокортизон внутривенно. Давление. Ну, что? Что? Есть давление. Очень хорошо. Живи, девочка. Живи. Живи. У Насти была клиническая смерть. Сейчас состояние тяжелое, но стабильное. Спасибо. Вы благодарите лучше Бога. Еще, я думаю, вы должны знать. Настя беременна. Срок пять недель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok